Боже, будь милостив ко мне грешному, создав имя Господи, помилуй меня. Бесчислависто грешил Господи, прости меня грешного, помилуй. Достойно есть о кого истину, блажите тебе Богородицу, пресноблаженную и пренепороченную, Матерь Бога нашего, счастнейшую Херувиму, славнейшую, воистину Серафим. Без истления Бога, Слова, рожешую, сущую, Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и преснах, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскреса измертую, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Молитва ради причистой Твоей Матери и силы щаснагожилтворящего Креста, святых ангелов наших, хранителей, и всех ради святых. Помилуй, спаси на всякое благо, если и человека любец. Аминь. Боже, милостью, будь мне грешному. Создав имя, Господи, и помилуй меня, безчисла я согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, яка не кали же благое сотворив пред Тобою. Но избави меня от лукавой, да будет у меня воля Твоя. Да неосужденно отверзу стамой недостойной. Восхвалю имя Твое Святое, Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истинные, и живи здесь, и вся исполняя сокровища благих и жизнеподателю. Приди и вселися вны, и очистены от всяких скверны. И спаси, блажи души наши. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые посети и сиренемыщи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, ижеиси на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, як он на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лука вагом. Ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки. Аминь. Восставши от сна, припадаемте блажь, ангельскую песнь попьемте сильной. Свят, 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 если Божия, Богородицу и помилуй на. Плава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрая сна, воздвигнуйся, Господи, ум мой просвети сердцею, с немой отверзи. Водержи петь и те, святая Троица. Свят, 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 если Божия, Богородицу и помилуй на. И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Внезапно судья приидет, и к его же деяния обнажаться. Но страхом зовем полунощи. Свят, 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 если Божия, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна вас став, благодарю Тебя, Всесвятая Троица. Ко мне гирает Твоя благость и долготерпение. Не прогнялся на меня лениво и грешно. Не погубил меня со беззаконием моими. Но человеколюбствовал, если обычно. И в нечаянии лежащего возвигом я из сии воежу утреняти словословить и державу Твою. И ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные. Отверзи мои уста, поучайте со словесем Твоим. И разумите заповеди Твоя. И творите волю Твою. И пейте Тя во исповедание сердечным. И воспевайте всесвятое имя Твое. Отца и Сына и Святаго Духа. Ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся, Христу Цареве, Богу нашему. Приидите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу Цареве и Богу нашему. Четвертый Псалом Когда я взываю, услышь меня, Боже, правды моей. В тесноте Ты давал мне простор. Помилуй меня и услышь молитву мою. Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании, доколе будете любить суету и искать лжи. Знайте, что Господь отделил для себя святого своего. Господь слышит, когда я призываю его. Гневаясь, не согрешайте. Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших и утишитесь. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Многие говорят, кто покажет нам благо? Яви нам свет лица Твоего, Господи. Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино и елей умножились. Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности. Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои. Внимли глаз в вопли моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану перед Тобою и буду ожидать. Ибо Ты, Бог, не любящий беззаконие, у Тебя не водворится злой. Нечтивый не пребуду перед очами Твоими. Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. Ты погубишь говорящих ложь. Кровожадную и коварную гнушается Господь. А я, по множеству милости Твоей, войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Господи, путеводи меня в правде Твоей ради врагов моих, уравняй передо мной путь Твой. Ибо нет в устах их истины, сердце их пагуба, гортань их открытый гроб, языком своим льстят. Осуди их, Боже, допадут они от замыслов своих. Повножь, что не чести их, отвергни их, ибо они возмутились против Тебя. И возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им. И будут хвалиться Тобой любящее имя Твое. Ибо Ты благословляешь праведника. Господи, благоволением, как щитом, венчаешь его. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не в огневе Твоем наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена. Ты же, Господи, доколи. Обратись, Господи, избавь души мою, спаси меня ради милости Твоей, ибо смерти нет памятования о Тебе, во гробе кто будет славить Тебе. Утомлен я воздыханием моими, каждую ночь омывая ложе мое, слезами моими омочая постель мою. Иссохло от печали око мое, обвешало от всех врагов моих. Удалитесь от меня все делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего. Услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою, да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои, да возвращаться и постыдятся мгновенно. Слава Свою, Сыну и Святому Духу, и ныне и пресной во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Слава Союз, Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь Многомилостивый, и всемилостивый Бог мой, и Господь Иисус Христос По Своей многолюбви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова Спаситель, спаси меня благодатью Твоею, молю Тебя, ибо если по делам спасешь меня, то ты не будешь благодатью и даром, но более делом. Ей многие щедротах и неизречены в милости, ибо Ты сказал, «Чтоб верующий в меня жив будет и не увидит смерти вовеки». Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дел, да вмениться мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дело оправдывающих меня. Но это вера, да будет превыше всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да явит причастником славы Твоей вечной, и да не похитит меня сатана и не похвалится. Слово, что отторг меня от Твоих руки оградой, ну или хочу спаси меня, или не хочу. Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее погиб я, ибо Ты Бог мой, очрев матери моей. Сподобие меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил я когда-то свой тайный грех, и чтобы снова потрудиться для Тебя, без лени, усердно, как прежде потрудился сатане прищающему. Особенно же, потружусь для Тебя, Господа и Бога моего Соса Христа, во все дни жизни, ныне и всегда, веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, поставленный хранить мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержание мое, не дав возможности узлому демону починить меня себе и преобладание от Твоих смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения. О, Свету, Ангел Божий, хранитель и покровитель бедным души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни, и если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не принимать Бога никаким грехом. И молись за меня, Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем и сделал меня рабом, достойной Своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица, Моя Богородица, своими святыми и всесильными молитвами, отгони от меня смиренного и несчастного раба Твоего уныния, забвения, неразумия, нерадения. Удалится скверные, лукавые и хульные помыслы из закаянного моего сердца и помраченного ума моего. И погаси плавя моих срастей, ибо я убог и несчастен. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов. И освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебя благословляют все роды и причистое имя Твое славится во веки вечное. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатия Владимир, ибо мы усердно к Вам прибегаем, скорым помощником, молитвником о душах наших. Богородица Дева, радуйся, обрадуна Мария Господь с Тобою, благословен ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко родила Иси Христа, спаса, избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила щаснага, жертворящего Креста Господи, не остави нас грешных, уповающих на Тя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояния Твое. Победа на сопротивные дары Твое, сохраняя Крестом Твое жительство. Спаси, Господи, помилуй от самого духовного, родителей и сродника, благодетель, митрополита Лариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангел, Диамида, Тихона, Антония, священарея Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амроса, Вадима, Зосима, Алип и Андрея, Максима, Владимира и Глебу, не дай погибнуть, Диаконов Евгений, Александр, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра Деодора, митрополита Тихона, и весь священнический, и иноческий чин, и высший истинный служитель миссионеров, христианам, язычникам, и удеям, мусульманам и буддистам, и нам, дай еще священника, если угодно тебе, смири власти воинства их, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое от церкви твоей, умудри их издавать добрые законы, дабы дали достойно жить людям, чтобы было еще уделять нуждающимся, и сохрани их от покушения на них, Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена и Амана, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, и научи нас, Господи, ценить это мирное время, и приготовь землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную, за отступничество от Тебя. Господи, возри на угрозы, на все пакости, какие делают враги наши, умягчи их сердце, примири с нами, в судный день не помяни их безумия, воздай добром благодетелям нашим, всей жизнью и будущей, Елену, Людмилу, благослови, обрати Евгения, Наталью, Надежду, Эдуарда, Юрию, и отступников найди, Михаила, Николая, Александра, Юлию, Максима, спаси и помилуй, и от пьянства избавлю Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, потерянного Нагеева, Игоря, и нас помилуй, милости Твоей, я ради. Все наше родство найди, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Путешествующих благослови, Возврати Раису, Льва, Виктора, посвяти болящих, дай силу перенести страдания и пошли им исцеления Илариона, Кирилла, Алексея, Игоря, Надежду, Алевтину, Людмилу, Нину, Ни Анилу, Ни Анилу, Валентину, Валентину, Татьяну, Татьяну, Александру, Марию. Господи, благодарю Тебя за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов, ибо Твоему благоволению все это может оказаться на пользу нам. Господи, сохрани наше сокровище, воздай добром тем, кто позволяет нам там быть в интернете. И книги здесь, и в пути, и трудящихся благослови, Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктор, Сергея, Сергея, Андрея, Андрея, Вячеслава и Содружества его. Найди и обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия, Леонида. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегова, Авва, Отче. Свят, 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 Господь Савовов, Вся земля полна славы Его. Аллилуйя. Слава Вышнему Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господь, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою, ожидание суда Божия. Благодарю за день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и на каноны церкви, как на истину. Аллилуйя. Воздай вечности добром всем, кто трудился с моей душой и возрастаниями в Тебе. Марию, Степана, Александра, Михаила и Анну. Упокую, Господи, в обителях небесных усопших, отец и братья наших, и же с верой и надеждой на воскресение жизнь вечную, отошедши от жизни сей. Ибо нет человека на земле, который жил бы и не согрешил. Прости, всякое согрешение вольное и невольное, душам нашим полезное сотвори. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Господи, в вечности воздай всем помогавших нам совершить это путешествие. Благослови Виктора, Николая, Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Надежду Людмилу. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешен. Благодарю тебя, мой ангел. Сколько лет ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей. И только в вечности все это откроется. Иоанн Креститель, претеща Христов, моли Бога о нас. Прошу тебя, мой ангел, не покинев смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, проведи душу мою помытарством, страшным и непонятным, и веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Научи нас жить и в бедности, Господи, имея пропитание, одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать и быть во всем экономным, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Молите Бога о нас. Цитые пророки Божии Илья, Елисея, Нох, Моисей, Самуила, Аарон, Иох, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Езра, Нееми, Амос, Наум, Исайя, Иеремия, Варух, Иезеки, Иль, Осия и Аиль, Агей, Сапония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отроки, Пророк, Михея, Авраам, Исаак и Ахаха, Да исполнит Господь Духом пророческим Церкви. Дабы день прихода Твоя нашего отшествия не заставлась не готовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными Илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас. Святые Ангелы и Архангелы, Хюрувимы и Серафимы и все небесные силы престолу Божию предстоящие, Святые Апостолы, Петр и Павел, Евангелисты, Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Молите Бога о нас. Святые Мущенники и Мущеницы, Игнатий Богоносец, Поликам Сминский и Устин Философ, Космай и Дамиан, Андрей Стратилат, Иерон Мущенник, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимник Амедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых Мущеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Венемин Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога, о нас заукрепит, Господь, народ свой, дабы никто не принял нащертания зверя Антихриста, даруй веру Анфиму, Вениамину и устраши родителей за такое ложное воспитание, Аллилуйя. Молите Бога, о нас святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоусов, Анасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий Антоний, Пеодосий, Корнилий Иов, Сергий Радоневский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Ян Тобольский, Ян Кронштадтский, Ян Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий Алтайский, Филарет, И все переводчики Священного Писания, Молите Бога о нас, Да сохранит нас Господь В святой православной вере, А замосты реки Коп Разрушь и развеи, В ничто преврати. Молите Бога о нас, Святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина Самарянина Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь Софея, Наталья Адриана, Варвара Екатерина, Татьяна Ирина, Ольга Елена Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила и Акила, Андроник Июни, Киприяна Устина, Да дарует Господь женам и девам Послушание, Молчание, Соломудренно, И стыдливость, И сохрани их от всяческого поругания, Исправь непокоривость Галины семейства её, Евгения, Надежда, Иплана, Людмила, Иоанна. Благослови Господи И вложи детям Отпрощение К этому миру. Коснись сердца Енафы, Иоанна, Ифросиния, Нестора, Леониды, Ливии, Агнии, Тарасия. Благослови Терентию, Екатерину, Иеремию, Исаакию, Елисавету, Никиту. Ты знаешь, Господи, От Тебя они сокрыты. Почему дети тянутся в этот мир? Ты сам управь их путь. Коснись сердца Дарьи, Дара истинного разумения, Смысла жизни, Для чего Ты нам дал её. Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе, Анфису, Благослови, Стефана. И нас помилуй, Милости Твои я ради. Аллилуйя. И прими нашу молитву Воздиание рук, Как жертву вечернюю, Благоухание, Приятное перед престолом, Благодати Твоей, Господи. Мы просим, Соедини нашу молитву С молитвами всех святых, Молящихся Тебе на небе и на земле. О, дивный Господь Всевышний, Ты наша радость, Ты наше утешение. Услыши и исполни Молитву всех, Молящихся о нас во благо нам, Любящий наш Отец Небесный, Ради голгофских страданий И пролитой крови Сына Твоего единородного Господа и Бога нашего Иисуса Христа, Услыши, Прими наши молитвы И исполни Просьбы о всех, Заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, И помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, Слушать и дослышать раб Твой. Говори, Господи, Аминь. Доброе утро всем. Это был Госсовец Господь Сергея Считать все правильно. Аминь. Доброе утро. Аминь. Доброе утро. Доброе утро, Аминь. Аминь. Доброе утро. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По благословению патриарха Алексия II... Ответственный редактор Архимандрит Тихон Шевкунов... 411 страниц... 240 на 170 мм... Приверженцы непонятного богослужения... Страница 10... Эта новая языковая ситуация мнимого двуязычия... Вызвала у представителей высшего сословия потребность... В переводе с чуждого и примитивного языка... Как они воспринимали церковно-славянский язык богослужения... На понятный и культурный... Каковым стал для них созданный в начале XIX века... Новый литературный язык... Для всего остального церковного народа... Духовенство, крестьянство, купечество... Язык богослужения продолжал оставаться родным и понятным... А главное... Единственно возможным для такой высокой цели... Как служение Богу... Главная причина приверженности к церковно-славянскому языку... Заключается в том, что богослужение традиционно... Божественная природа культа способствует... Неизменности того священного языка... На котором впервые были написаны... Или переведены... Богослужебные книги... Внутреннюю причину достаточно агрессивных нападок... На церковно-славянский язык... Связано с богоотступничеством... Требования о переходе богослужения... На общеупотребительные языки... Раздались не только в России... Но и среди других православных народов... При этом в одних поместных церквах... Верующие сохраняют... Древний богослужебный язык... Например в Греции... На Афоне и в России... А в других... Например в Болгарии и в Сербии... От него отказались... До тех пор пока тот или иной народ... Сохраняет верность Богу... Его богослужебный язык... Остается для него и единственным языком письменности... Требования о переходе на национальные языки... Легко возбуждают националистические амбиции... И они заставляют забыть о единстве веры... Страница 12... Рассмотреть явно отвергаемую церковным народом... Мысль о богослужении на русском языке... Боже, сохрани от перевода на разговорный язык... Именно тогда из-за охлаждения веры в высшем обществе... Возникла проблема непонимания церковно-славянского языка... Кончилось тем, что сначала на русский язык перевели Библию... А затем стали издавать молитвословы и сборники канонов на русском языке... Вполне закономерно, что на этом пути очень скоро был сделан следующий шаг... И в церковной печати начала 20 века... Открылась полемика о пользе перехода богослужения на русский язык... Страница 32... Для многих людей из высшего общества, постепенно терявших связь с церковью... Церковный язык стал непонятным... А службы казались скучными и затянутыми... С появлением в России сети филиалов британского библейского общества... Мысль о переводе священного писания на русский язык... Уже не казалась ни кощунственной, ни бесплодной... Судя по доводам сторонников такого перевода... Им представлялось, что эта мера привлечет к вере равнодушных и колеблющихся... Сторонником и участником этого перевода был будущий святитель Филарет Московский... По решению Святейшего Синода... Первый, уже напечатанный тираж перевода пятикнижья на русский язык был уничтожен... Но намерение перевести на русский язык всю Библию... Со временем окрепло и осуществилось в 1870-е годы... Теперь, спустя столетия, когда оцениваешь прошлое с точки зрения... Пережитого страной и народом... Все доводы о пользе и необходимости подобных переводов... Которые должны были по мысли их инициаторов... Предотвратительно двигающиеся на Россию... Богоотступничество... Кажутся своего рода маниловщиной... Русская Библия... Проложила путь к идеям русификации и богослужения... Раз переведено священное писание... С какого места? Путь к идеям и к идеям... Надо смотреть... Если малозначащее, лучше не останавливать... Если ничего не меняется от этого... Русская Библия... Русская Библия... Проложила путь к идеям русификации и богослужения... Раз переведено священное писание... Почему бы не перевести на русский язык... Малопонятные простым верующим... Богослужебные песнопения и каноны... Доводы были все те же... Непонятность богослужения... Препятствующая общению с Богом... Откуда это наваждение, что церковно-славянский язык непонятен? Русский народ сумел пронести любовь и верность к славянскому языку... Через десятилетия... Большинство же верующего народа... Приемлет наш церковный язык и... Ничтоже вопреки глаголит... Народ любит этот язык... Даже если не каждый его хорошо понимает... Я вижу, как люди делают усилия, чтобы все лучше и лучше его усвоить... Архиепископ Пермский Андроник... Переводить богослужебные книги с славянского языка на русский... Слово архиепископ здесь нету... Зачем ты добавляешься? Тут уже ничем нельзя объяснить... Епископ... Ну можно назвать его и премьер-министром... Епископ Пермский Андроник... Переводить богослужебные книги с славянского языка на русский... Для интеллигенции и вообще народа, не посещающего храмы, нет нужды... Ибо они отошли от церкви... Епископ Омский Сильвестр... Тем же, кто не понимает стихи и канонов в храме, можно посоветовать одно... Читать их заранее, а до этого взять в руки грамматику церковно-славянского языка и немного позаниматься... Такие тексты действительно сложные по содержанию на любом языке... Простите... На любом языке... Так, еще раз... Такие тексты действительно сложные по содержанию... На любом языке со слуха не могут быть поняты... И многотрудный перевод их на русский язык не поможет... Первое... Церковно-славянский язык, обладая всеми достоинствами... Идейными, художественными, классической непосредственностью... Будучи общеславянским, является для нас классическим языком... Второе... Созданный в пору высшего религиозного одушевления славянских народов... Освященный тысячелетним употреблением святых угодников Божьих... Он носит в себе благодатные следы духовные и является для нас незаменимым... Третье... Живая разговорная речь наша переменно носит на себе нравственные следы текущей жизни... Потому затруднительно и неполезно изменять богослужебный язык по росту ясной речи... Четвертое... Христос Спаситель и святые апостолы для проповеди употребляли ясные современные языки... Но молились по преимуществу на классическом языке древности... Пятое... Церковно-славянский язык имеет свои легко одолеваемые трудности... И подлежит изучению в школах... Шестое... Несовершенство славянского перевода церковных молитв и песнопений... Подлежат обязательному исправлению посредством тщательного пересмотра текста... Страница 68... Соборного решения о допустимости использования русского языка и в богослужении не было... Промысел Божий не допустил реформации русской православной церкви... Страница 91... Самая опасная для русской церкви сила... Это новый завет на русском языке... Если православные миряне, пленяясь благодаря ясному русскому изложению, содержанием Евангелия и вообще Библии, принимают русский перевод и бросают текст славянский... То они порвали уже связь с православной церковностью... Страница 95... Преувеличенным нам кажутся и жалобы на недоступность церковнославянского языка... По пониманию нынешних поколений... Указания на то, что народ, присутствие в церкви и слышать чтение и пение на славянском языке... Не понимает того, что поется и читается... И во время богослужения внутренне почти не участвует в нем... Бесспорно, часть правды есть в этих жалобах... На этот недостаток в тексте наших богослужебных книг указывает очень многие из епархиальных... При освященных своих отзывах по вопросу о церковной реформе представленных Святейший Синод... Правда, встречаются частные, неудобно понятные выражения в тексте наших богослужебных книг... И мы готовы согласиться с тем, что таких выражений довольно много... При встречающихся выражениях, малопонятных... Народ улавляет общий дух, характер и смысл чтения и пений, слышимых в церкви... И при понимании и усвоении главного, душою молящегося при богослужении... Может быть, не происходит большого вреда от того, что ускользает от внимания некоторые частности... И не во всей полноте входит в разумение верующих... Предлагаемое в церкви для общего назидания и возбуждения молитвенного духа... Народ наш с детства слышит славянский язык и с детства более или менее осваивается им... Едва ли кто станет утверждать, что народ, как глухой, стоит безучастно, совершенно не понимая того, что перед ним поется и читается... Встречаются невразумительные речения в канонах и службах Миней и Актоиха... Можно указать такие в псалтире... Но мы не можем сказать, что они существенно вредят настроению молящихся и делают их безучастными к совершению богослужения... Воспринимая не только умом, но и сердцем, первое, первее и более чем умом... Молитвенное настроение, с каким приходит в церковь на то или другое богослужение... И какое церковь делает поддержать во входящих с верою и благоговением в Храм Божий... Охраняется и поддерживается всею внешнюю обстановкою совершаемого богослужебного священнодействия... И общим более или менее уловимым для всех характером и смыслом этого священнодействия... У людей благочестивых оно не ослабевает, а держится в напряженном состоянии... Если и не все воспринимается умом их... И если иные, даже многие слова, ускользают от их внимания... Поэтому едва ли, безусловно, справедливы те, которые предаются излишним сетованиям... Ввиду того, что не все и не все понимают, что предлагается верующим в церкви при богослужении... Многие простецы упреждают нас, разумных, в Царстве Божием... Нужно заметить еще, что в богослужебных чтениях и пениях иное является малопонятным... Простому народу не потому, что передается на церковно-славянском языке... А по свойству тех высоких предметов и понятий, какие в них излагаются... При изъяснении которых неизбежно бывает некоторая тень таинственности... Конечно, желательно более полное разумение их... В этом случае на пастырях церкви лежит обязанность разъяснить неудобо в разумительные места и речения... И доводить вверенных им по печенью посомых до более полного понимания тайн веры... Делая такие замечания, мы отнюдь не думаем, чтобы при замеченных, несомненных неисправностях... Дел оставалось в прежнем виде без изменения... Страница 110... В тексте священных песнопений и молитв неясность славянского перевода зависит иногда не только от... Простите... Не только... Да, тут... Вот... Заново... Страница 110... В тексте священных песнопений и молитв неясность славянского перевода зависит иногда не только от несовершенства перевода... Но и освоив речи самого оригинала... Но и свойств речи самого оригинала... Весьма многие песнопения составлены блаженными песнописцами изысканную риторическую речью... Изобилуют сложными построениями богословствующие мысли... Богатством священно-исторических уподавлений... Таковы каноны и стихиры на двунадесятые праздники... Страстную седмицу... Канон преподобного Андрея Крицкого и другие... Эти песнопения, несмотря на глубину одушевляющих их чувств... Всегда останутся маловразумительными для массы не только в славянском, но даже и в русском их переводе... Нельзя отрицать того, что славянский язык при богослужении является все-таки не столь вразумительным, каким был бы русский язык... Славянский язык осветился многовековым богослужебным употреблением... Стал священным языком... Его звуки сами по себе как бы возводят мысли ко храму, молитве... В звуках славянской богослужебной речи почила молитвенная благодать... Которая сама собою способна во время богослужения возбуждать в нас молитвенное настроение... Мефодий, епископ Оренбургский... Страница 228... Православная же теория утверждает... Язык есть язык самого Бога и мира... А отдельные человеческие языки... Суть преемники божественных и космических энергий... Среда, в которой происходит встреча человека с Богом и миром... В русской православной церкви преемником божественных энергий и средой богообщения стал славянский язык... Славянский язык есть словесная икона... Иконописцем которой является Дух Святой... Когда эта среда была уничтожена... То оказалось, что у людей... Особенно у детей... Не оказалось органа для восприятия божественных энергий... Наступила глухота... К божественному... Среди мирского словесного шума... Глаз Божий просто нечем было услышать... Славянский язык лишается последнего убежища... Храма... Требования перехода на русский язык... Есть в выражении буржуазного... Мещанского требования... Язык, живущий в наших генах... Который нужно только опознать... Но нам будет намного проще... То нам будет намного проще... Архиепископ Алиутский и североамериканский Тихон... Впоследствии патриарх Московский и всея Руси... Для Русской Церкви важно иметь новый славянский перевод богослужебных книг... Теперьшний устарел... И во многих местах неправильный... Чем можно будет предупредить требования иных служить на русском обиходном языке... Преосвященный Андроник разъяснил, что он отстаивает славянский язык... Не по эстетике, а принципиально... Отметив при этом любовь народа к славянскому языку... Что так сказывается в пении народном... При частых многолюдных крестных ходах в Пермской епархии... Где нет мощей и особо чтимых святых... Высокопреосвященный Евлогий заметил... Что если разрешить перевод книг там, где просят... То получится нежелательная пестрота... Что нужно жизнь возвышать до церкви... А не наоборот... И что не следует вульгаризировать церковный язык... Епископ Сильвестр Омский... Тысячелетнюю привычку русского народа совершать богослужения на славянском языке... Не так легко заменить привычкой... Десятилетней или хотя бы немного более продолжительной... Если перевод этот сделать и для примера ввести в некоторых церквах... Богослужебный славянский язык создавался в эпоху расцвета славянства... Гениями славянской поэзии и духовного идеализма... Чего сейчас у нас нет? Настоящая живая речь, способная к точному выражению мысли... Не так способна к передаче высокого религиозного настроения... Причина тому упадок веры и благочестия в народе... По всему этому перевод богослужебных книг... С славянского языка на русский... Является неуместным и невозможным в настоящее время... Спаситель и апостолы молились не на разговорном, а на древнееврейском языке... Перевод не нужен... Некоторые слова и выражения неудобно переводить... Красотой славянского языка пользовались даже светские русские классические писатели... Каждая религия имеет свой богослужебный язык, отличный от живого разговорного... Богослужебно-славянский язык существует более тысячи лет... Создавший привычку, прирожденную русскому православному человеку... Молитва на славянском языке передает святые переживания тех святых лиц... Которые потрудились над славянским переводом... И таких сейчас при маловерии и упадке благочестия едва ли найти... Н. И. Троицкий... Немцы стремятся задавить славянство вообще... Между прочим и язык его... С этим нам нужно бороться путем совершения богослужения на славянском языке... Однако упростив его... Разъяснив непонятные слова и выражения... Епископ Андроник Пермский... Переводить богослужебные книги с славянского языка на русский... Для интеллигенции и вообще народа, не посещающего храмы, нет нужды... Ибо они отошли от церкви... Для интересующихся богослужениям необходимо вести беседы... Разъясняя непонятное... И. В. Курбатов... Хотя язык непонятен... Но оскудение церквей молящимися объясняется иным... Утратой веры и благочестия... В особенности среди интеллигенции... Н. И. Пантин... Переводить богослужебные книги не нужно... Чтобы не потерять красоту славянской поэзии... Но текст необходимо пересмотреть... И переменить слова и выражения непонятные и обветшавшие... Н. И. Троицкий... Вновь говорит о борьбе германизма с славянством... И призывает к защите славянских ценностей... Н. И. Знамеровский... Если рассматривать вопрос принципиально... То, конечно, можно перевести богослужение на русский язык... Но мы должны спросить себя... Как отнесется к этому народ? Общее ли это желание народа? В нашей пермской губернии местности... Я не знаю такой настроенности... Я думаю, что русский язык допустим только там... Где народ сам того желает... И где требует того особые обстоятельства... Борьба с сектантством... Частичное употребление русского языка уместно и полезно... Хорошо бы издать книги для молящихся на русском языке... Нужно указать на необходимость подготовки к богослужению на дому... На вне богослужебных собеседованиях уместно и желательно пение гимнов на русском языке... В Перми это практикуется и дает очень хорошие результаты... Однако народ возмутился бы, если бы гимны введены были в церковь... Иеремии 25.4... Господь посылал к вам всех рабов своих, пророков... С раннего утра посылал... И вы не слушали и не преклоняли ухо своего, чтобы слушать... Иеремии 14.14... И сказал мне Господь... Пророки пророчествуют ложное именем моим... Я не посылал их и не давал им повеления и не говорил им... Они возвещают вам введения ложные и гадания и пустое и мечты... Сердца своего... Иеремии 27.15... Я не посылал их, говорит Господь... И они ложно пророчествуют именем моим... Чтоб я изгнал вас и чтоб вы погибли... И погибли... Вы и пророки ваши, пророчествующие вам... Иеремии 44.4... Я посылал к вам всех рабов моих, пророков... Посылал с раннего утра, чтобы сказать... Не делайте этого мерзкого дела, которое я ненавижу... Вот это одна и та же книга, теперь другая книга... Которые были за славянский язык... А это которые за русский язык... И вот когда считаешь... Что Господь ненавидит? Ненавидит тьму... Люди, которые бьются за церковнославянский язык... Это люди абсолютно бездуховные, мертвые... И вот я слышу этих... И что интересно... Советская власть в первую очередь уничтожила их всех... Это тоже как знамение какое-то было... Насколько они Богу омерзели просто... Народ ничего не понимает... Уже убивает попов... И все равно церковнославянский поет ходную... Дух Святой сошел в день Пятидесятницы... Заговорили на каких языках? Все замолкло сразу... Определенная щетка... Дух Святой желает, чтобы голос Божий был понятен... А богослужение... Для них главное богослужение... Главное это благовестие, проповедь... Уперлись в богослужение и погубили страну... Миллионы душ... Продолжение следует... Паля-то она играла с этим с белым котом, она в коробку залезла, а белый из-под коробки там, и они игрались, а белый потом раз отошел и тут голубый глаз, давай ее долбить в этой коробке. Это про тебя говорит, раскинулась. Смотри, что делал, заскочил на нее и... Воспитывает ее, да? Он ее заразит. Он ее воспитывает? Нет, у него охота толпы пять сейчас. У него играет энергия. А Паля, смотрите, Паля-Паля подошла. Да вот он здесь. Паренька, маленькая такая, тушистенькая. А то встал сзади, заходим сзади, а то лежит и выращивается. Попробуй, подойди. Она ему хватит, все давно не дает. Попробуй. Вещи. Видимо, запах она издает уже. Она недавно гулялась. Как она смотрится на него. Так? Попробуй. Так, чтобы ее заскочили туда, жареные корочки будут на второй раз. Пройдет уже, где-то. Но надо куда-то вытащить. На время, может быть, куда же вытащить его. Пусть ему там этот рыжий очки ставят. Попробуй.